Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаете. Проблема в том, что я живу с молодым человеком, но чувств у него ко мне нет. Он проявляет ко мне интерес, конечно, есть ласка, есть забота, но он напрямую говорит, что меня не любит и в какие-то моменты он хочет меня бросить. Я не знаю, что делать, либо бросить самой, либо ждать, когда проявится любовь. Вот такой вопрос задаёт в данном случае человек. Юлия зовут автора вопрос. Юлия, ну смотрите, во-первых, важно отметить то, что как вам в таких отношениях, где по большому счету человек не хочет брать ответственность за ваши отношения. То есть, по сути, хочет отношения без обязательств. Ну, это не хорошо, не плохо, в принципе. То, что он этого хочет, или не хорошо, не плохо, что он не хочет обязательств в отношениях. То есть, как бы это, ну, это нормально, что человек вот так пытается, ну, дистанцируется, как бы, от отношений, от ответственности. Но вам-то как? Вы же по какой-то причине согласились, получается, быть в отношениях с тем, кто вас не любит? И вот к вам вопрос, к вам вопрос, почему вы согласились с этим человеком быть в отношениях вообще, что вас привлекло в этом смысле? Ну, может быть, может быть, может быть, мы надели, что он любит это, а он не любит, не любит это, или не любит это, вот, до сих пор. Ну, тут, скорее всего, как бы, если не влюбился, да, то, скорее всего, уже не влюбился, вот, ну, потому что, там, чувства они достаточно редко приходят сразу, к сожалению, вот. Поэтому, я бы, не очень бы я считал, что он, вот, влюбился в план, вот, и вам надо решить, что вы будете делать, словно говоря, да, если, если, вот, так он и не влюбился. Что, вот, в таком случае вы будете делать, вот, это, мне кажется, очень важный момент, вот, потому что там, ну, вот, план Б, да, план Б, план, необходим, как мне кажется. Вот. Погинайте, да? Чем-то штука. Поэтому, вот, поэтому, вот, на это вам я бы порекомендовал обратить внимание. То есть, как, эээ, то как, вот, вы, на мой взгляд, ну, несколько, эээ, не в лодах, с, сэээ, своими чувствами, своими эмоциями, своими желаниями. То есть если вам кажется, например, что неправильно в таких отношениях находиться, что не должно у вас быть в таких отношениях, значит для этого нужно как раз что-то делать. А если вы ничего не делаете для этого, то наивно ждать, что человек как-то вот сам изменится к вам, ну по отношению к вам. По отношению к вам, потому что как бы ну а зачем ему меняться, для чего ему меняться, зачем ему условно говоря проявлять к вам, ну как это честно, говорить, что он вас любит, так к примеру. Вот, если в принципе и так как-то вот выясним, и так вот всё в этом смысле хорошо, и так всё в этом смысле нормально, вот зачем, как бы что-то делать тогда ему. Вот, понимаете да, какая штука. Вот я бы сказал, что у вас вот может быть есть какие-то сложности с самооценкой, раз вы находитесь вот в отношении, которые вас ну в принципе не устраивают. я бы сказал, что у вас может быть есть проблема именно вот с самооценкой. То есть вам кажется, что вот вот там, например, может быть брось это или там какая-то такая история будет. Вот если так, то ну с этим можно отдельно поработать, чтобы вот как-то разобраться в этом, в этом моменте или в этих моментах разобраться. Вот, чтобы, ну как бы, чтобы вы понимали о чём идёт речь, чтобы вы видели и чувствовали, себя чувствовали, вот может быть там, ну как бы свои границы личные, да, вот. То как бы сейчас вы вот это вот не чувствуете, к сожалению. Слово совсем, наверное. Ну потому что как бы вот есть такая вот тревожность. Вот. И что ещё важно, это то, как вы воспринимаете мужчину. То есть иногда достаточно того, что любите вы, а не того, что любит вас. Если вам важно, чтобы любили вас, то это уже вопрос о том, с чего вы хотите в отношениях и какие цели вы вот преследуете в отношениях. Понимаете? Вот. То есть вполне возможно, что ваши цели, которые вы и преследуют в отношениях, не являются тем, что могут дать отношения, которые вы ставите. С парадоксальным обременем. Вот. Поэтому я думаю, в части вопроса, что делать, вы можете решить сами для себя. В части вопроса, что делать. Вот. В части вопроса, как вам поступать, вы можете сами определиться. Вот. Например. А вот, если мы, например, говорим о том, чтобы вам что-то менять, то это вот в первую очередь, ну, наверное, какой-то такой вот анализ вашей жизни в целом, да, и выявление каких-то системных проблем и, соответственно, планомерное и постепенное их решение. Вот. Я думаю, я думаю, вот так. Можно вам ответить сначала на вопрос, который вы задаете. Ну, в целом. В целом. Вот именно в целом, если мы говорим. Вот. Если этого мало, да, как бы, ну, если вам мало, а если вам какой-то ответ не будет, то извините. Вот. Ну, вот. Такая история. Такую обратную связь мог бы я вам, наверное, сначала предоставить. Вот. Ааа. Значит. Что еще? Что еще? Что еще? Хочется сказать. Еще хочется сказать, что, ну, вот, попробуйте выделить свои чувства. Да? То есть, попробуйте выделить свои чувства, например, к молодому человеку. Как вариант. То есть, вообще, вот, что он для вас значит. Да? Что он для вас значит. Что вы к нему чувствуете. Что вы хотите. Вот. Ну, как бы. по отношению, по отношению, например, к нему. Вот. Что вам нужно. Да? И так далее. Давайте вот, ну, попробуйте вот так вот тоже. как-то вот этот вопрос для себя подкорректировать. Скорректировать. Да? Вот. Потому что это довольно важный аспект. Довольно важный момент. Как мне кажется. Вот. А. Ну, вот, пожалуй, наверное, все. Пока что. А. Я надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего доброго самого и удачи. Обращайтесь за помощь.